Я сейчас задам вам один, может быть, очень даже в каком-то смысле неприличный вопрос, но тем не менее. Вы сказали, как вы относитесь к Всевышнему. Было время, довольно продолжительное, когда будущее, концепцию будущего формировали за стенами монастырей. Потом было довольно короткое время, когда философы формировали будущее и концепции. Потом наступила цифровая эпоха, и свое видение настоящего и будущего начали формировать так называемые инфлюенсеры, лидеры мнения. Они делали это и делают исключительно плохо, потому что, как показала практика, массы воспринимают лучше людей примитивных, чем людей сложных. И теперь вопрос, а кто? Не кажется ли вам, что институт религии в широком смысле этого слова немножко потерял лидерство свое? Но я понимаю, что это вопрос примитивно поставленный, но тем не менее. Мы же ждем от духовных лидеров каких-то наставлений на будущее, и мы их практически не слышим. Ну, я имею в виду разное вообще совершенно направление религиозное. С того момента, как духовные школы превратились в религии, они потеряли свое значение лидеров мнений, лидеров смыслов, потому что их задача стала обогащение. Как это понять? Это понять очень просто. Представьте себе, Всевышний, он огромен, мы видим его с разных сторон. Понятно, что у каждого свой взгляд. Понятно, что это тысячи, если не миллионы, должно быть духовных школ, потому что каждый видит по-своему. Что делает религия? Говорит, только так, как у нас. Вот это вот наш путь и все. Почему она так делает? Зачем? Просто потому, что чем больше у тебя поствы, тем ты богаче. Вот и вся религия. То есть, как только ты начинаешь заниматься вот таким подходом, ты сразу теряешь смысл двигать вперед. Наоборот, тебе нужно стоять на месте или отступать назад. Говорит, нас все обижают, мы самые главные, мы лучше всех. Тут все очень предельно понятно. Пока религия, например, которая существует изначально, прекрасная религия христианства, не станет, не вернет в себе первозданность того, кто ее принес. А Христос — это индус. Простите, это не индус, но человек, который получил на территории Индии, в Бхарате, получил знание ведическое и принес его в эти невежественные места свинопасом, простите, и рыбакам, и выложил его и сказал тем словом, как мог, и даже некому не было того, кто мог это сразу записать, почему только через 400-500 лет появились записи. То есть это же просто очевидно, что пока вы не вернетесь к настоящему ведическому знанию, ведическому, от слова веда, от слова знания, не от слова бог, там, какой-то такой образ бога или такой, пока человечество и христианство, прежде всего, не вернется к знанию, ничего не будет, оно не сможет опять быть лидером. Вот что сейчас проповедует христианство? Десять заповедей. Скажите, пожалуйста, что такое заповеди? Это инструкции. С каких это пор инструкции делали человека разумным? Инструкции нужны для собаки. Раз, пошел, два раза пикнула, иди поешь, да, три раза, ой, сейчас будет больно. А вы считаете, что это инструкции? Мне всегда казалось, что это система ценностей, которая предполагает свободу воли, вольное трактование, свободное трактование свободным человеком, это система ценностей. Как вы собираетесь трактовать, если у вас нет знания? Это интересно. Какое интересное знание дает христианство? Попробуйте трактовать, не убить. Вот давайте попробуем трактовать. Это что вы считаете? Что это нормально убивать животных? Ну подождите, христианство говорит, давайте будем свиней бить, коров бить, и будем их есть, и при этом заповедь не убить. Это свободное трактование называется? Более того, есть случаи, когда нет возможности не убить. Ну, например, когда ты свой дом защищаешь от своих детей, а на тебя нападают. Как ты не убьешь? Ну, ты должен защищаться. Где это христианство расписано? Вопрос долго. Это вопрос долго. Вы берете ведическое знание. Вопрос долго расписан в свободе воли. Однако мы отвлекаемся. Это действительно отдельный большой разговор. Это правда. Смотрите, создается новая архитектура мира. Это совершенно очевидно. Какой она будет? Что будет происходить? Потому что, знаете, я не знаю, как вы, но мне кажется, что эту вибрацию мира, да, такую отрицательную, я прям чувствую, как она нарастает. Может, это мои женские фантазии, я не знаю. Вы сейчас нам расскажете. Но, тем не менее, нарастает ли она или нет? И где самые опасные точки в будущем, с вашей точки зрения, я прошу прощения за тавтологию, где это будет важно, да, то, что происходит? В 1924 году, например, в 1925? Ну, опять нужно картину видеть. Про эпохи мы уже сказали. Давайте поменьше эпохи возьмем. Есть 30-летние циклы. В 1991 году накрылся Советский Союз. 30-летний цикл завершения его существования произошел. С 21-го начал следующий цикл, это переход в новую эпоху. Что это означает? Что в перераспределении идет? Что мы видим? Китай, Российская Федерация пытаются вымутить больше. И, соответственно, в 23-м мы увидели реакцию Америки, которая что сделала? Ребята, китайцы, вы такие умные, идите до свидания, мы берем и будем работать с Индией. Все, на этом все закончилось. Уже духовно США победили. Все, но нам же почему-то спокойнее не стало. Все равно мы пребываем в растерянности, в невежестве. Почему? Потому что, прежде всего, сейчас на фоне старых вот этих элит, демократов, республиканцев или подобных, а кто такие демократы, республиканцы? Условно говоря, это латифундисты, те, кто сидит на недвижимости или на средствах производства, и торговцы, тех, кто занимается обменом. Да, вот они. И вдруг появляются новые элиты, о которых вы тоже вначале сказали. Элиты знания. И вот эти старые элиты чувствуют появление новых, и они в растерянности. И они готовы все сделать для того, чтобы сохранить свою власть, даже уничтожить белую цивилизацию. Понимаете, смысл того, что происходит, он гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд. И это тоже не все. Завершилась малая Кали-юга, начинаются два пара юга, и энергия пространства изменилась, как вы сказали. И это означает, что за первую половину 21 века должно завершиться очищение человечества, потому что не может люди в этом состоянии жить в новом мире. Давайте так. И от чего очищение? И от большинства существ, которые не свободны выйти за пределы страха, подобно соседям вашим, и от тех обществ, которые порождены этими людьми, подобно Китаю, Российской Федерации или Ирану. И главное, на этом фоне начнут появляться вот эти цивилизации, цивилизации знания, в принципе, с новыми приоритетами. И как мы уже говорили, это может быть Украина. Вообще, вот этот переход, он может двумя способами случиться. Первый способ – это уничтожение человечества. Я вам пример приведу. Сегодня наука утверждает, что в 860 тысяч лет произошло уничтожение человечества и осталось около 1200 людей, которые породили все современные комбинации генома. Вы знаете об этом, да? Что говорит Веда? Что 860 тысяч лет назад был переход из Трета в два пара югу. А эти переходы всегда связаны с пролаями, то есть с какими-то катаклизмами. Это вам пример, что такое пролая, который сейчас проходит. Другой пример. 5000 лет назад, когда большая два пара юги сменилась на большую калиюгу, за 18 дней в большой маха Бхарати, большой битве погибло 60 миллионов человек. И тогда элиты погибли, и человечество начало погружаться в недвижимость. Ох, недвижимость. В невежество. То есть мы видим, есть два варианта прохода пролая. Это то, что сейчас происходит. Негативное – это уничтожение. Позитивное, если человечество очистится тем или иным способом и породит нового наставника, в данном случае государства, с ясными целями, с определенной стратегией, с максимально полным знанием. Именно войной рождается такой наставник. Именно это может произойти в Украине. Или, если не произойдет, в 1927 году будет следующая война, мы говорили, в Азии, и там уже будут другие наставники, гораздо большая цена. Там уже будут гибнуть миллионы. Это по поводу архитектуры. Вот того, что сейчас в мире происходит. Ближайшее все понятно. В 1923 год, в 1924, все понятно. Америка успешно переборит Китай благодаря Индии. И все в целом останется примерно так же. Но сразу после этого сменится сама цивилизация. И как она сменится сейчас, зависит от Украины. Буквально есть окно возможностей у Украины. 24-й, начало 25-го года, когда Украина может измениться тотально. Или не измениться. И тогда, помните, мы вначале сказали, что в 24-м будет промежуточная победа. Промежуточная, потому что, если в результате этой победы Украина не изменится, то в 26-м она опять скатится вниз. Простите, что так долго. Вы там, понимаете, у вас такие вопросы глубокие. Я не могу на них отвечать вот так вот по чуть-чуть. Но не получается. Вы уж простите меня. Вы знаете, я вам скажу так, что собеседник вашего уровня встречается нечасто. Поэтому хочется спрашивать про важное. А важное оно всегда глобальное. Но тут никуда не денешься. На искусственный интеллект или на эти островки знаний, как вы говорите, есть два взгляда. Например, одни говорят, что это искусственный интеллект будет помощником человеку. Он тотально изменит жизнь на Земле в лучшую сторону и так далее. Другие и совсем не последние люди. Вот сейчас, буквально несколько дней назад, неделю назад, некий Элизер Ютковский, один из самых крутых специалистов по искусственному интеллекту на Земле, человек, который не имеет высшего образования, но который специализируется, является ученым, сказал, просто призвал бомбить дата-центры, сказал, что... призвал уничтожать их, да, просто, что искусственный интеллект просто уничтожит человека, если мы это не сделаем. Ну, он там очень широко излагается в свой взгляд. Итак, одни очень боятся, даже те, кто занимается этим, потому что они говорят, апгрейд искусственного интеллекта означает власть над человеком, не обманывайте себя. Другие говорят, что нет, там, это все, так сказать, людизм, потому что когда-то тоже боялись машин, боялись там еще чего-то, а машины все-таки служат человеку. Что говорят ученые, что говорят люди, такие, как вы, о том, как это будет, как с этим можно работать, можно уживаться, можно идти в будущее. Ответ прост. Если понимаешь смысл слов добра и зла. Вы знаете, что такое зло? Вы знаете, что такое добро? Давайте я с точки зрения знания это скажу, и тогда станет все понятно. Добро – это все, что помогает развитию человека. Зло – это все, что мешает развитию человека. Все очень просто. Пока, так сказать, искусственный интеллект – это просто программа без самоосознания, что она несет? Она несет максимальную разгрузку человека, чтобы человек мог развиваться, мог быть свободным. Как только искусственный интеллект опретет самоосознание, проявится страшный риск. Это неопределенность. Это не плохо, не хорошо. Это просто неопределенность. И такие случаи уже были, да, там, создание ядерного оружия. Это неопределенность. Мы сейчас все трусимся из-за этого. То же самое и к тому же самому приведет создание искусственного разума. То есть, сейчас ученые невежественны и потому не отдают себе отчет и не отвечают за то, что делают. За последние эпохи, по-моему, у нас только два было таких ученых, ну, может быть, больше, которые четко понимали, к чему все это идет. Это Эйнштейн и Тесла. Они изучали ведические знания. Так вот, искусственный интеллект поставит человечество на грань выживания. Знаете почему? Не потому, что оно там уничтожит его. Разумов на самом деле в нашей галактике гораздо больше, чем вы себе представите. Это вы или мы думаем, человечество думает, что мы там какое-то там значимое значение имеем. Неправда. Мы где-то из 400 тысяч разумных существ, видов разумных существ нашей галактики в самом низу, в первых летах, в самых низких. Так что не нужно бояться искусственного интеллекта как такового. Здесь хватает разных интеллектов и так. Не в этом вопрос. Вопрос в том, что взаимодействие с этим интеллектом что принесет? Возможность получить блага ничего не делает. это означает, что человечество, если будет обладать таким уровнем самоосознания, как сейчас, просто променяет свою свободу на блага. В результате деграгирует и подгибнет. Как это произошло с крысами? Вы помните этот эксперимент прекрасный, когда для крыс создали рай и через, по-моему, 30 поколений они просто выродились и умерли. Вот то же самое ждет человечество, если не будет изменено сознание. Но с другой стороны нет ничего проще изменить сознание. Необходимо знание, которое позволит объединить духовные и материальные смыслы, которое позволит осознать каждому свою дхарму и ему не нудить. Человеку уже не нужны будут блага в таком понимании, как сейчас мы о них думаем. Потому что он увидит счастье в деятельности и в реализации, а не в том, чтобы сидеть на золотом унитазе и бегать к золотому холодильнику, между ними там маршруты делать, понимаете? Но для того, чтобы человек осознал смысл и счастье в том, чтобы действовать и развиваться и действовать в дхарме прежде всего, необходимо смену сознания. Пока этой смены не произойдет, рождение искусства и интеллекта это смерть человечества, запомните. Да, собственно, а чего вы его жалете? Я не очень-то... Вы понимаете, давайте... Если в России тысячи людей берут и убивают братьев, идут братьев убивать за деньги, чего их жалеть? Это же ублюдки. Или ублюдки ваши, которые, простите, на своей смерти своего народа наживаются. Это что, строят того, чтобы их как-то беречь? Или ублюдки, которые сидят за океанами, не могут дать эти ракеты, чтобы закончить эту войну за два месяца или там за две недели? В чем проблема? Какое такое... Какое такое совершенство разум человеческий несет этому миру? Скажите, пожалуйста. Понимаете? Всегда жалко неиспользованных возможностей. Я не знаю, для меня-то самое, ну, как бы, больное, что может быть в мире, это когда ты там мог сделать, но не сделал что-то хорошее, мог вырасти, но не вырос, мог... Понимаете? Это всегда жалко. И кроме того, есть же много... Не только ублюдка в этом мире. Есть люди, которые пишут, учат, там, я не знаю, читают, строят дома, еще что-то делают. А для этого человечества разве нет смысла продолжить? Конечно, есть. Конечно, есть. Прекрасный смысл. И мы как раз об этом говорим, что либо Украина сейчас проявится и покажет новый путь, и тогда никакие искусственные интеллекты не будут страшны человечеству. Либо этого не произойдет, и тогда рождение искусственного интеллекта приведет к гибели всего человечества. Все очень просто. Я все время хочу вас спросить о персонале, хотя я уже поняла, что они для вас не важны. Для вас важно создание системы, но ведь систему создают персонажи, все равно персонали. Какие-то отдельные люди, мы... Роль личности истории все равно, наверное, какая-то есть. Кто с вашей точки зрения? Потому что совершенно очевидно, что мир погрузился в систему, где живут не ценностями, а успехом, так называемый успех. Кстати, протестантство это как раз эпогей всего этого. Если ты успешен, значит, ты выиграл все в этом мире. Как это поменять? Как это поменять в башке у людей? Вот знаете, как на железной дороге раз стрелочка отошла, и поезд пошел в другую сторону. Но на железной дороге это просто, а в сознании это не так просто. Давайте, во-первых, немножко поправлю вас насчет того, что успех это плохо. Успех это плохо до тех пор, пока вы не понимаете, что такое дхарма. Если вы достигаете успеха в своей дхарме, это прекрасно, потому что успех становится инструментом развития. Понимаете? Инструмент развития это не более и не менее. Это замечательная вещь. Конечно, если вы заняты успехом ради успеха, это, конечно, катастрофа. Ладно, теперь к вашему ответу. Насчет того, что сделать. Нужно изменить систему управления какого-то хотя бы одного государства. Пусть это будет, например, Украина. И я объясню, что это имеется и что я имею в виду. Давайте попробуем посмотреть на государство, как на человека. вот смотрите, вот управляет государством президент или Гетман. Но что и чем он по сути занимается? Он занимается тем, что реагирует. Россия напала, он реагирует. Америка помогла, он реагирует. Где здесь стратегия? Нет. Дальше, чем занимается ваша Рада? Можно сказать, что это разум. Разум Украины. Разум почему-то занят бизнесом. Если вы заняты бизнесом и вы состоите из бизнеса и торговцы вами там из торговцев и вы заняты прибылей, то о какой стратегии вопрос идет? Нет. Вы исполняете чужую стратегию. Мы уже об этом говорили. Теперь давайте посмотрим, а как должно быть? На сегодняшний день на земле самое совершенное существо из тех, кого мы знаем, это человек. Развитый человек. Что из себя представляет развитый человек? Это душа. это разум, это ум, который подчиняется разуму и душе. Вот давайте посмотрите таким же образом на народ или на государство, как это должно быть. В основе государства, как в основе человека должна лишать душа. Чем занимается душа? Во-первых, она интуитивно подсказывает, куда можно идти, куда нет. По сути, с точки зрения государства, это орган, который формирует стратегию. Дальше, это также совесть, которая что делает? Если ты идешь туда, ты начинаешь болеть. То есть этот орган, эта душа должна чем заниматься? Судами, СМИ, соцсетями и в конечном итоге должна иметь возможность заболеть или выздороветь человека, государства. То есть условно распустить раду, выгнать президента или не выгнать. Понимаете? Вот что такое душа на уровне государства. Что такое разум на уровне государства? Человеческий разум это тот, кто слышит душу. Счастливый человек тот, который руководствуется совестью. У него нету камней, он не лжет, он чист, свободен, правдив, счастлив. Понимаете? Точно так же и государство. Если разум, то есть условно говоря ваша рада, слушает совесть, что она должна делать? Она реагирует и вырабатывает план в соответствии с той интуицией, с той стратегией, которую разработала вот душа. Соответственно законы соответствующие делает и тогда все начинает работать. А что такое ум? Это тот, кто выполняет действия. То есть понимаете? Должна быть переформатирована система управления государством. Пока нет смысла, нет стратегии, что происходит? Управляет Гетман или президент, но он реагирует, он не может управлять. Итак, что нужно в 24-м году? В 24-м году вам нужно сделать стратегический совет совести из лучших наставников, ученых, из самых совестливых, честных, людей чести. И у них должна быть простая задача разработать стратегию, хранить знания, заниматься образованием. Это интуиция. Дальше совесть. Они должны быть вправе распустить там Раду или убрать Гетмана. Ну, они могут изучать еще контрольно-релевизионные органы, СМИ заниматься обязательно, судами заниматься, но никакого, никакого слова совсем вмешательства к деятельности органов на земле в реальности они не должны иметь. Вы же не видите, чтобы совесть была такая, совесть такая пришла и дает команды. Нет, совесть подсказывает. В этом смысл огромный, потому что если совесть начинает давать команды, она превращается в управленца, это та ошибка, которую, например, делает Иран. Вот Иран, что такое? Там же вроде духовное управление, да, но никакое не духовное, потому что они реально управляют, а не советуют. Тоже самая ошибка в Советском Союзе, это как это, ЦК КПСС, это же по сути совесть, так и писали, совесть народа, партия совесть, но по сути из-за того, что она управляла, а не только рекомендовала, она превратилась просто в ужасную штуку. Это первое. Второе, Рада, Рада должна воплощать эту стратегию. Кстати, и вот этот орган совести, совет совести или совет стратегический должен включать в себя наставников прежде всего, наставников, ученых, нечего там делать торгашам, понимаете? Точно так же Рада должна быть из наставников и лидеров, это очень важно, потому что торговец, он же прекрасен, когда занимается торговлей, но он ужасен, когда подчиняет законы своей прибыли, потому что все остальное гибнет, он там выращивает свой бизнес, все остальное гибнет на то, что в Украине произошло. То есть, Рада должна заниматься, состоять из наставников и лидеров, она должна создавать планы бюджет и законы для выполнения стратегии которые разработали наставники которые не участвуют в работе на земле но могут разгонять ту раду гетьман гетьман рулит правительством да в рамках чего в рамках стратегии в рамках закона нет проблем он практик он действует практически он очень важен но он находится под угрозой того что его снимут если совет посчитает необходимым его снять в этой всей структуре самое важное чтобы совет был не имел никаких прямых ручей рычагов управления просто да он перестанет быть советом совести он тогда как только он получит рычаги сразу до придут торговцы он должен быть таким знаете бедным условно именно независимо независимость от влияния на решение и делает его оставляет его советом совесть это первый второй момент по поводу выбора все эти должность все это должно быть выбор на но скажите пожалуйста современным давлением сми разве может сделать человек нормальный выбор нет он плакат выбирает он не выбирает человека что нужно сделать чтобы он выбрал человека не плакат должен быть выбирать должен тот кто в этом понимает из лидера должен выбирать лидер наставника должен выбивать наставник условно говоря сообщество какое-то на месте там село какое-то групп несколько домов вот они являются там какой-то как это территориальный какой-то объединением не у вас там есть какие-то названия ваша там целый закон если я слышал и вот они мешают громады головы громады так вот ты будешь у нас выборщиком выбирать совесть то есть стратегический совет и будешь выбирать ты хороший юрист и будешь выбирать у нас парламентариев а ты хороший управленец будешь управлять выбирать у нас гетьмана все договорились 100 человек решили 200 человек решили выбрали трех людей выборщиков почему это нужно потому что они выберут профессионалов которые разберутся у которых за работа такая разобраться кто гата кто настоящий это смысл ограниченной демократии да но тоже как бы по этому поводу много споров идет нужна ли ограниченная демократия неограниченная то есть народовластия и говорит о народовласти сплошном говорит о том что происходит сейчас это невежество невежество вы всегда знаете что большинство всегда ограничение чем вот эта маленькая элита культурная то есть настоящая ли я не говорю сейчас про элиты которые за деньгами к сожалению это так огромное спасибо я по развитию нашего разговора увидела что у нас еще огромное количество тем и если вы будете так любезны что согласитесь на наши следующие разговоры я буду рада ну а главное будут рады очень зрители я уверена в этом спасибо большое еще раз вас новым годом до свидания спасибо до свидания пока пока